Приветствую вас, и вы знаете, прочитав ваш вопрос, ваше сообщение, я могу сказать сразу, что нет, вы не ненормальный. Понимаете, то, что вы обидываете, то, что вы переживаете, это, к сожалению, стандартная реакция, нормальная реакция на, знаете, на положение, когда кажется, что общество тебя не принимает. И для вас отношение, это действительно что-то близкое, интимное, эмоционально-высоко-духовное. Но современное общество, оно таково, что приемляет как раз-таки другие ценности. Ценности, отличные от ваших. И вот это самая большая проблема, что ваши ценности в обществе не совпадают, они другие, эти ценности. И вот это самая большая беда, потому что вы, так, как вы себя ведете, это нормально, это правильно для вас. И это хорошо, что вы так себя ведете, хотя бы потому, что мужчина, который не занимается случайными, интимными отношениями, дольше сохраняяя свое здоровье, более глубокий и духовный, более надежный, более стабильный. И то, что вы спрашиваете, вот вы спрашиваете, как вам лучше быть в этой ситуации? Ну, вы знаете, ответить вам на ваш вопрос однозначно, я бы сказал, нельзя. Почему? Потому что это будет определенный совет вам. Советов давать мне бы не хотелось, но давайте мы с вами скажем, да. Если вы чувствуете, что вот у вас там все ваше естество, да, противостоит тому, чтобы заниматься сексом с девушками просто так, то это значит, что вам этого делать не надо. Это против ваших ценностей. Сделав это, вы будете наступать на себя, вы будете себя ломать, вы будете подстраиваться под общественные устои. И поскольку вам они в этом плане не подходят, то вряд ли вы станете еще более счастливым, чем были для этого. Если вы думаете или если так вам кажется, что вопрос интимных отношений делает вас белой вороной, то на самом деле это не так. Хотя бы потому, что вы можете свои отношения совершенно спокойно не афишировать. Вы можете о них не говорить, вы можете о них не рассказывать. И каждый человек сам выбирает для себя, как им устроить свою личную жизнь. Поэтому здесь вам нужно прислушиваться только к своим внутренним ощущениям, своим желаниям, своим стремлениям и так далее. Другое дело, что вам может быть не хватает общения и социальной активности. Но простите, интимные отношения для этого не являются каким-то ключом. Ключом для социальной активности являются именно социальные роли, но не половые отношения, как таковые. Отсюда я могу сделать такой вывод, что может быть вас беспокоит, что девушки бросили вас, что они не ценят вас, что они принижают вас, что они не считают вас кем-то хорошим, кем-то достойным, кем-то правильным. И вы боитесь, что со своим таким вот взглядом на вещи, на мир, вы останетесь один. И, возможно, проблема заключается в этом. И я могу вам сказать здесь совершенно определенно, что на самом деле вы опережаете, вот я бы даже сказал, не точно опережаете, вы гораздо более серьезный мужчина, чем большое количество ребят вашего возраста. И девушки к таким мужчинам, конечно же, не привыкли. То есть они ищут, вот большинство девушек, ищут себе мужчин таких же опытных, развратных, наверное, но хотят, чтобы вы или любой другой мужчина на месте их партнера были бы принадлежащим только им. То есть вы замечаете такой парадокс, получается? Девушка хочет, чтобы мужчина принадлежал ей. Но при этом девушка также хочет, чтобы мужчина была в тех отношениях обыдной, обоскрепощенной и так далее. Я думаю, что в этом кроется определенная противоречия. И вам совершенно не нужно следовать этому противоречию. Вам нужно следовать своему сердцу и тому, что вы считаете сами для себя правильным. Тому, что вы считаете сами для себя верным, тому, что вы считаете для себя самым оптимальным и истинным. Да, вы говорите, что вы застутый человек. Вы говорите, что вы интроверт, и это накладывает отпечаток на ваше взаимодействие с людьми. Это накладывает отпечаток на ваши коммуникативные навыки. Безусловно, это для. И можно, можно немножечко вас, как бы это сказать, раскрепостить в этом плане. Можно позволить себе немножечко активнее быть в общении с людьми. Можно активнее общаться. Но если дело касается именно сексуального опыта, то здесь важно, чтобы вам было комфортно. Чтобы для вас секс был удовольствием. Чтобы для вас это было максимальное удовольствие. Чтобы для вас это было тем, чем вы бы хотели заниматься снова и снова. И чтобы вы, вот, наверное, самое главное, чтобы вы ощущали себя в этот момент максимально живым и максимально полным. К сожалению, к сожалению, если вы будете ломать себя, то у вас могут появиться новые комплексы, другие комплексы. Комплексы, связанные, может быть, даже с сексом, как раз. Потому что вы будете делать то, что вам не нравится. Вы будете делать то, что будет идти в рассред с вашими принципами, с вашими идеалами, с вашими представлениями о том, какими должны быть отношения. Чем-то приходится жертвовать ради другого. Например, человек получает большое количество отношений, большое количество интимных партнеров. Но что он теряет? Теряет он близость. Теряет он искренность. Теряет он некое такое душевное единение. Человек может, наоборот, все это иметь. Но тогда он будет испытывать дефицит. Партнеры такого человека будут редкими, будут, как бы, уникальными, каждый по-своему. И это будет являться принципиальной особенностью, по сути дела, того, как вы будете строить свою личную жизнь. То есть, вы можете выбрать, что вам важнее. Качество ли или количество ли. И вы понимаете, вот от этого выбора и зависит ответ на ваши вопросы. Возможно, что вы посчитаете, что все, хватит мне жить вот так, хватит мне быть ототворником, пойду я там с каждой встречной, да, буду вступать в интимные и близкие отношения. Или, может быть, вы решите, что те девушки, которые со мной, пусть их всего и две, пусть их вообще было бы, например, одна или даже не одной, они были со мной потому, что они хотели быть со мной. Хотя бы на время, когда мы были вместе. То есть, понимаете, разница, понимаете? У вас есть выбор. И если вы, как бы, свое место в обществе оцениваете, видите, только с позиции интимных отношений, то, простите, вы не белая ворона. Да, вы, может быть, выделяетесь. Хотя мы с вами об этом уже сказали, что вы совершенно не обязаны говорить кому-то о том, что вас волнует. Мы совершенно, мы говорили с вами о том, что совершенно не обязаны вы рассказывать кому-либо, как у вас, ну, проходит личная жизнь. Тем не менее, тем не менее, вы не белая ворона. Вы выделяете. Но вы выделяете в чем? Вы выделяете в тем, что не хотите тратить себя ну, на людей, которых вам все равно. Вы возводите, по сути дела, интимные отношения именно в их классическую форму. То есть, в форму, в какой они были всегда. То есть, это близкие отношения между людьми, которые имеют друг другу живут свои и обладают духовной близостью. То, что происходит в современном обществе, это скорее дефект развития, это скорее отклонение, это разврат. Тот самый разврат, о котором вы говорите. И это не есть хорошо, потому что от этого страдают все. Сами люди, там болезни, разводы, измены и прочее. А от этого страдают дети и так далее. Вы всего этого подсознательно хотите избежать. И вы избегаете. Но, к сожалению, за это нужно как бы вносить определенную плату. Как и за все. И от того, готовы ли вы вносить эту плату, зависит то, какой выбор вы сделаете. секси. И поэтому я вам этот выбор оставляю исключительно под вашу ответственность, исключительно в вашу, так сказать, юрисдикцию. Но, хочу сказать, общество гораздо выше, больше и разнообразнее, чем секс. и если у вас именно секси, то есть вы чувствуете себя недостаточно опытным, то здесь я вам могу сказать совершенно однозначно, что вы не неопытны. Вы опытны. Но вы привыкли делать это по любви. мы привыкли делать это на эмоциях, а не просто бездушное отношение. И это прекрасно, потому что когда люди вступают в сенсивные отношения по любви, ощущение от этого гораздо сильнее и ярче, чем когда это бездуховно происходит. но еще раз повторю, у меня сложилось такое ощущение, что вы как будто вы противопоставляете себя обществу с точки зрения сексуального развития. И вы говорите, ну вот все же вокруг разладные, так почему мне не вам что завидно? если вам завидно, то посмотрите на этих людей. Что они в итоге получают? Ничего они не получают. Мужчины быстро теряют свое мужское здоровье, получают болезни. Женщины приобретают дурную репутацию и живут двойной, а то и тройной жизнью, обманывая своих мужей и любовников. Счастливы ли эти люди? Нет. Счастливы вы бы, если вы были, когда были с этой женщиной, которая встречалась 6 лет? Да. Вы для себя были чисты. Вы вели чистую жизнь. И это прекрасно, это достижение. То, что вы чувствуете, вот, как бы, оторванность от общества в этом плане, это цена. Цена вашей чистоты жизни. Вы пишете, что осуждаете этих людей и осуждать их не нужно. Знаете, осуждение и борьба. То есть, если вы осуждаете, значит, вы хотите, чтобы этого не было. Если вы хотите, чтобы этого не было, значит, возможно, вам хочется так, но противно. Какие-то вещи вас сдерживают. Сдерживают вас понимание и, я думаю, личностное зрелость. А завидно вам или вы хотели быть так, просто потому, что вам не хочется быть одному. Так вот, вы знаете, вы молоды. Именно потому, что вы молоды, вы стремитесь к тому, чтобы быть как все. По крайней мере, в этом плане. Но в душе, в своем сознании, в своем личностном, так сказать, ареале, вы уже прекрасно знаете, какие у вас ценности, и этим ценностям вы не измените. Теперь вам надо просто стать немножечко мудрее, чтобы позволить людям жить так, как хотят они, хотят мышцами быть развратными, и опытными, на здоровье. Это не сделает их счастливыми, потому что после всего этого остается пустота. Они растратили себя. И мышечные, и женщины растратили себя на множество партнеров, ни с кем из них не построив с настоящего счастья. Это их выбор. Оставьте их с этим выбором. позвольте им быть теми, кто они есть. А себе позвольте быть тем, кто есть вы. И поймите, что за любой вектор развития жизни приходится платить. и везде есть свои негативные и положительные стороны. Вы выбрали надежность, скажем так, однолюбства, да, то есть, ну, вот, если вы самая девочка, то вы никогда не изменяете, и так далее. И это прекрасно, то, что вы выбрали. Но почему это прекрасно? потому что это у вас идет как бы от души. Это идет из вашего сознания и благодаря вашему желанию. А теперь представим себе, если бы у вас не было бы такого желания, то есть, если бы вы были вынуждены вести себя так же, как вот вы себя вели, но только против своей воли. Если бы это не было вашим выбором, тогда бы, наверное, вы тягательств были. Тогда бы, наверное, вы ощущали бы, что живете не своей жизнью. Так вот на самом деле правда заключается в том, что люди, которые живут, скажем так, чересчур активной жизнью, люди, которые так живут, многие из них живут так, не по своей воле. Просто они оказались в определенной ситуации, они оказались под воздействием под давлением, скажем, если хотите, общества, под давлением своих друзей, под давлением примера. Пример, как правило, подобного рода есть везде. Это примеры, когда, знаете, в любой компании есть хулиган, есть такой шалопай, мальчик, который готов делать всякие вещи, его любят все девчонки, так вот, это хорошо в молодости, это хорошо для приключений, но плохо, к сожалению, а может быть, и не к сожалению, решать это не нам, для серьезных отношений. И вот на это вам и стоит обратить внимание. На это. что множество моделей поведения зарождаются в обществе. И множество этих же самых моделей поведения потом копируются этим самым обществом. Так копируются, что человек уже и рад бы изменить свою точку зрения, и рад бы изменить свое поведение, да не может. Поэтому далеко не все и далеко не каждый, кто ведет себя подобным образом, ведет себя естественно, ведет себя так, как он действительно хочет. Просто потому, что так у него сложилась жизнь. и вам, Владимир, я понимаю, сейчас очень тяжело, но вы смогли встретить девушку, которая оценила вас. И таких девушек было даже две. С одной у вас очень короткие случились отношения, с другой отношения длились немного не мало шесть лет. Это достижение. Теперь у вас следующее отношение будет, скорее всего, на всю жизнь, если вы будете продолжать ту же самую стратегию своего поведения. Ваши отношения будут, еще раз повторю, на всю жизнь. нужно только немножечко подождать, немножечко по, знаете, как сказать, потерпеливее, что ли, отнестись к тому, что делает с вами ваша жизнь. И тогда она обязательно вас вознаградит. Она вознаградит вас за ожидание, за правильное, культурное, высокоморальное поведение тем, что та ваша женщина, которую вы встретите, она будет с вами всю жизнь, и она так, как вы, не будет вас предавать и никогда вас не бросить. Тем не менее, с точки зрения психологии, с точки зрения выстраивания отношений, у вас были два случая неудачных отношений, и это как-никак уже не случайность. То есть нельзя, к сожалению, сказать, что ваши отношения распадались по случайности. Скорее всего, скорее всего, были некоторые общие признаки, по которым ваши отношения не складывались с девочкой. То есть вы встречались, вы начинали быть в детстве, а потом что-то шло не так, и вы чувствовали, вы начинали отдаляться друг от друга, и впоследствии случалось так, что вы расставали. возможно имеют место какие-то негативные паттерны, негативные установки, которые мешают вам выстраивать отношения на должном уровне именно с девушками. И тогда нужно будет преанализировать ваши отношения, выявить те самые негативные моменты, негативные факты, которые не позволяют вам выстраивать эти самые отношения должным образом, и тогда вы сможете извлечь опыт из того, что у вас уже было, из вашего как бы прошлого багажа, и не повторять эти ошибки в будущем, тем самым выстраивая отношения на более высоком уровне, на более высоком моральном уровне, если угодно. И вот я думаю в этом вам можно помочь. Потому что как у замкнутого человека, как у импроверта у вас могут быть определенные ну скажем так, даже не проблемы, я бы не назвал именно проблемами. Не проблема, а именно определенный дефицит, определенная особенность в общении. И эта особенность в общении, она вам может просто мешать и не позволять выстраивать такие отношения, которые бы вас целиком и полностью устраивали. и вот в этом вам можно помочь как раз таки. Вам можно помочь именно в том, чтобы все ваши ошибки выявить и устранить. Чтобы ничто не препятствовало тому, чтобы вы устраивали свои отношения так, как вам того хочется. Вы знаете, Владимир, я думаю, вы очень хороший человек. Я думаю, что вы очень правильный человек, высокоморальный человек. И таким людям всегда тяжело в обществе, потому что другие это не разделяют и мнение ваше. И вам кажется, что что-то вы делаете неправильно. То есть сомнение. Так вот сомнение, Владимир, есть всегда. Но именно неприятие общества того, что вы делаете, именно различие с другими людьми. Именно вот это ощущение белой вазоны говорит о том, что вы, Владимир, уникальны. И ваша уникальность прекрасна. Она отмечает вас от миллионов тысяч мужчин, других мужчин. и насколько вы уникальны, настолько велик ваш шанс встретить ту женщину, которая увидит в вас эту уникальность, которая будет гордиться вами, ценить вас и никогда не сомнеть с другими мужчинами. разве не это счастье, Владимир, когда женщина точно знает, что такого мужчину, как вы, она больше не встретит никогда в своей жизни. Вы хотите, чтобы так было? Тогда оставайтесь самим собой. И поверьте вы свое обязательно получите. На этом все, Владимир, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.